Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл передач проекта «Мастерская писателя». Я напомню, что этот проект был инициирован Ульяновским региональным отделением Союза писателей России в партнерстве с издательским домом и информационным порталом «Ульяновская правда». В этом году, который объявлен в Ульяновской области годом книги, как известно, а также исполняется 70 лет со времени образования Ульяновской региональной писательской организации. И вот этот цикл наших передач, он как раз и приурочен этим событиям. Сегодня мы с вами поговорим о творчестве известного ульяновского прозаика Виктора Николаевича Сергеева. Я, наверное, к этим деревенщикам отношусь, да? Короче говоря, я вам перешлишь ее. Федор Абрамов, Василий Белов, Валентин Распотин, Крупин, который сейчас печатают в Симбирске. Самое главное для человека – его родина. Родные места, места, где ты родился, жил, где родились твои предки, где прошло твое детство, появились первые друзья. Родина. Для кого-то это столица, а для кого-то провинциальный городок, поселок, деревня. А бывает так, что туда и поезда-то не всегда ходят, а чаще всего проносятся мимо, едва задерживаясь. Бывает, что на минутку, на две, на три. Родина. Там самые тихие и душистые вечера. Там самая зеленая трава, широкие поля, речка, самое высокое звездное небо, самый теплый и душистый хлеб. Родина – это наша душа, это твоя защита и опора в жизни. И о родине верно сказал герой нашей передачи, писатель Виктор Сергеев. Это место, где родились и выросли, и наполнились тем, с чем по-доброму прожили всю жизнь. Биография Виктора Николаевича Сергеева скромна и обычно для советского человека-труженька. Родился он 27 июня 1943 года в селе Чуфарова, Маньского района Ульяновской области, в крестьянской семье. Отец Николай Иванович Шорник по специальности пропал без вести в Великую Отечественную войну. У многих тогда была в те горькие времена, суровые времена Отечественной войны, была такая судьба. Не возвращались с фронта или приносили похоронки. Многие женщины оставались вдовами. Вот так случилось и в этой семье. Мама Анисия Петровна осталась одна, с тремя малыми детьми. Работала в колхозе, как она сама говорила, от темного до темного. Слова скупые, но в них жизнь целого поколения. Война, потери близких, трудные военные деревенские годы, детство омраченное. Военным временем, обожженной войной. Юный Виктор окончил Войковскую среднюю школу в 1961 году, а свое детство, отрочество и юность прожил в Чуфарове. А дальше жизнь сложилась так, что привела его в город Магнитогорск. Начиналась другая часть его жизни, где он получил профессию газоэлектросварщика в профессиональном техническом училище. И приходилось работать в разных местах, на заводах, на стройках. И как сам он пишет в своих воспоминаниях, в своей на сегодняшний день крайней книге, замечательной книге «Гусино крыло». Вот она, это книга повестей. Она принимала участие в Симбирской книге в прошлом году, в областной выставке конкурса, конкурсе «Симбирская книга». И была номинирована в одной из номинаций, получила вознаграждение, получила признание читателей. Виктор Николаевич сам пишет. Поездки по городам, командировки на ремонт доменных печей, мартенов, прокатных станов. Все это дало возможность увидеть и осознать значимость промышленного потенциала страны. И не так трудно было понять, что промышленные гиганты, необходимые государству, возводились за счет села и деревни. Зная о весьма неограниченных запасах внутренних сил деревни, надеясь, что они никогда не иссякнут, все время упрямо вставали вопросы, вопросы, вопросы. Тем более на чужой стороне ни новая обстановка, ни новые люди, ни новые впечатления не заслонили все то, что дала мне малая родина. Близкие люди, материны подруги, солдатские вдовы, мои земляки. Вот таким образом нажитый жизненный опыт, родные места, давняя любовь к литературе, желание поделиться наблюдениями, накопленными наблюдениями, мыслями, теснящимися в груди, чувствами, побудили Виктора Николаевича к сочинительству. В настоящее время прозаик, член Союзописателя России Виктор Сергеев, автор нескольких книг. Если их перечислить, так сказать, в порядке их выхода, то вот «Первый круг», одна из первых книг, 1985 год, вышла в Саратове. Дальше выходит книга «Родственники рассказы» в 1993 году в Москве. «Синее небо с белыми облаками», здесь тоже эта книга у меня сегодня с собой, вот я ее покажу. Это сборник рассказов, вышла в Ульяновске, издательство «Регион Инвест» в 2007 году. Свидетельница, выпустила издательство «Вектор С» в 2008 году. На полустанке «Зеленом» тоже вышла в Ульяновске, «Печатный двор» в 2016 год. Вот это хороший, прекрасный, замечательный сборник. Ну и «Гусино крыло», 2019 год, я ее уже представила. Рассказы Виктора Николаевича публиковались также в местной периодике, в литературных журналах и альманахах по Волжье. Он участник Всероссийского семинара молодых литераторов в Пензе в 1978 году и участник Седьмого всесоюзного совещания молодых писателей в Москве в 1979. Член Союза писателей с 1988 года. Мы разговаривали с Виктором Николаевичем на вопросы, все-таки как складывалась его творческая судьба, кто были учителя, с кем встречался, чьи уроки воспринял. Конечно, прежде всего прозвучало имя Николая Николаевича Благова, также Петра Трофимовича Мельникова, Георгия Семенова, но и некоторых других ульяновских и российских писателей. Вот как сказал о Викторе Сергееве Николай Николаевич Благов еще в то время, когда он был ответственным секретарем Ульяновской писательской организации. Вот 1 января 1981 года в газете «Ульяновская правда» была опубликована статья Благова о Викторе Сергееве, называлась она «Ответственность слова». «Этот человек нелегкой рабочей семьи», – писал Николай Николаевич. «После сельской десятилетки, годы работы на крупных новостройках сварщиком, его яркое дарование было сразу по достоинству оценено на творческом семинаре в Пензе, а потом на Всесоюзном совещании молодых литераторов. Хотя у Сергеева к тому времени печатных работ еще и не было, кроме одной-двух в Ульяновской правде, рукописи его вселяли хорошие надежды. О нем писали Виль Липатов, Николай Почевалин, Михаил Шевченко, известный писатель Георгий Семенов в журнале «Наш современник» называет Виктора Сергеева одним из наиболее перспективных молодых прозаиков России. По первому рассказу Виктора Сергеева, опубликованному в 1979 году в журнале «Октябрь», снимался короткометражный фильм «Дуплон». Я думаю, что это была серьезная заявка на путь в литературу. Это уже именно открывался путь в литературу, поскольку толстые журналы, как известно, это трамплин, это сама по себе уже оценка творчества. Книга его повестей и рассказов готовилась к издательству «Молодая гвардия». Так бережно в наши дни пестуются истинные дарования. Может быть, Виктору Сергееву повезло? Думаю, что нет, пишет Благов. Думаю, что в наши дни в литературе устанавливается благоприятный климат для прорастания каждого семени, чреватого полновесным колосом. Лишь бы пробился первый росток. Вот так замечательно отозвался о Викторе Сергееве Николай Николаевич Благов. Его рассказы и повести во многом автобиографичны. В них встречаются такие географические названия, знакомые нам многим ульяновцам, такие как Чуфарова, Тагай, Хохловка. Описывается родная природа, родные места. Используется местный сочный этнографический материал, местный говор, узнаваемая природа, узнаваемые места. Герой его произведений, как написал в очерке в его деревне «Огни непогашены» известный ульяновский журналист Вячеслав Ташлинский, сельские жители, труженики земли русской. Не понаслышке знает их писатель в быту, знает их труд, уклад жизни. Ибо сам он от плоти крестьянин, пусть в прошлом, но кровное и духовное родство, что может быть крепче? Первый росток пробился и дал полновесный колос. В дальнейшем была литературная учеба, был, так сказать, духовный и литературный, и творческий рост. Виктор Сергеев – участник Всероссийского семинара молодых литераторов Пензи, я уже сказала, в 1978 году. А дальше седьмое всесоюзное совещание молодых писателей в Москве, 79-й. Запомнились также слова одного из героев повести Виктора Сергеева, Михаила Простякова. «Мы войну вытерпели, супостата одолели, а все равно нас не сравнишь с теми людьми, то есть с нашими родителями. Вот уйдут они, а потом мы, хлебнувшие фронтовой горечи, постареем, и тогда прощай, народ наш. Без наших деток у России матушки ножки подсекутся. Нам нельзя бояться ни прошлого, ни настоящего, ни будущего». Мудрые слова. Я прочту рассказ, называется «Магазинный хлеб» из сборника на полустанке зеленом. В городском магазине у хлебного отдела покупатели неспокойно переговаривались и вздыхались с чувством обреченности и недоумения в глазах. Цены на хлеб снова взлетели. Пожилая женщина, видимо, знакомая продавцам, сказала повышенным тоном. «Зачем мне ваш комолый батон? На него и не взглянешь. Я в деревню еду, гостиниц везу». «В деревне пироги пекут гостям, а ты булки выбираешь?» ответила кассирша, женщина средних лет, пухлощокая, с запавшими глазами. «Деревни любят городские булочки», буркнула ретивая покупательница, довольная, что наконец-то подобрали батоны попригляднее. «А что деревня-то?» – вопросилась недовольным вызовом, готовая поспорить. «В прошлый выходной ездила, а по обеим сторонам дороги пшеничное море до сих пор не тронутое ни комбайном, ни серпом. Остановились по моей просьбе, прошлась возле хлебов, потрогала колос. Не поверите, с четверть длиной она растянула большой указательный пальцы правой руки на прилавке со свежими хлебными крошками. В колосе ни зернинки, все осыпались корням. И солома помертвелая, серая-серая. Хлеб перезревший и перестоявший, не девка, вовремя не обмолотишь, считай, пропал. «На наш век хватит!» – самонадеянно промолвила кассирша. И, смеясь ямочками на пухлых щеках, спросила, «А девка-то к чему?» «Да в старой деве ничего хорошего. Капризы, зависть к замужним и спесь», оценила ретивая покупательница с досадливым блеском в глазах, словно в своей жизни пришлось столкнуться с непокорной снохой. «Перезрела или переспела?» «Главное, душа бы не очерствела», ответила кассирша с легким недовольством в голосе. Точно эта мысль коснулась ее судьбы. «Куда столько хлеба-то взяла? На всю деревню, что ли?» – спросила пожилая продавщица, подававшая хлеб. «Впрок! Без хлеба не могу и минуты прожить», ответила ретивая покупательница. «А без мяса?» «Без картошки и без мяса проживу, посты соблюдаю. Когда в доме нет и ломтика хлеба, вот места себе не нахожу. Волнуюсь, будто не хозяйка, либо в чужих людях нахожусь. Скорее берусь взбалтывать на блины. Пожила без хлеба-то?» «Знаю, без хлеба никому не пожелаю». «Мама моя бывала жизнью напуганная, из магазина без спичек не возвращалась. Заставила меня пойти учиться на торгового работника, чтоб в случае чего…» – вспомнила кассирша. «А мой свекор до последнего дня ходил в прудмак. Обязательно покупал пачку соли, а то и две. Ее у нас накопилось, наверное, пуда три-четыре. Беру соль и вспоминаю папашу. Память ему скоро проводили на вечный покой полгода назад. Куритьевые покупательницы покраснели веки. Настрадались мама и папа Царствие Небесное. Потому мы посмелее, горюем, слезы льем, гневим кого-то, когда не по-нашему. Отмахнувшись со скорбным осадком в глазах, словно не понравилось, что прервали, заговорила о поле. С кручи глянула на пшеничное поле, чуть в обморок не упала. Пшеница на корню выборочно сожжена, следы от огня. Можете представить? Чернее грачиного крыла. Полосы переплетены между собой, будто многострадальное. Поле Господь Бог осенил крестом и обронил его на хлеба. А вы говорите, деревня с пирогами, деревня с пирогами. Что деревня-то? Она заживет полной жизнью. Вот тогда и нам раздолье. Ретевая говорунья поклала в холчевые сумки батоны, ржаные караваи и ушла с горд поднятой головой. Когда мы беседовали, я задавала вопрос Виктору Николаевичу, как рождается сюжет, как рождается произведение. Наверное, вот так, как дважды два, на этот вопрос не ответишь. Сложно. Все-таки эти люди, они корнями прорастают в душе человека, в душе писателя, будущего писателя. И то, что он встречает их, наверное, что-то, какие-то крупицы образа в одном человеке, в другом. И так или иначе, какой-то толчок, какое-то сильное чувство, импульс, они рождают законченный и узнаваемый образ. Деревенские будни, работа в колхозе, материнские отцовские заботы, домашний колхозный быт, любовь и разлука. Все человеческое есть в его книгах. Герои его книг – трактористы, конюхи, продавщицы продмагов, солдатские вдовы. И характеры у его героев также самые разные. Но они живые, не придуманные, а увиденные и запомнившиеся. В его книгах целая галерея прекрасных русских женщин, селянок, вынесших на своих плечах все тяготы войны и сохранивших своих детей в тяжелое послевоенное время, военное время от голодной смерти. Вот, к примеру, среди них Вера Будилин из повести «На сенокосе», Раиса Игнатьевна из повести «Эй, солдат», Глаша Сутеева из рассказа тупло, Анисья Засечкина из рассказа «Витькины сны». Я хочу еще зачитать небольшой рассказ, называется «На полустанке зеленым». Ранним сентябрьским утром пассажирский поезд на полустанке зеленым вместо трех минут простоял в пять раз дольше. Накануне в плацкартном вагоне до позднего часа не умолкали разговоры о повсеместном недороде картофеля без второго хлеба и стол не стол. Вслух тужили, что выкопанного картофеля не хватит на семена, не сохранится до весны. Дрожно порогивали колорадского жука, называя его либо диверсантом, либо фашистом. Перед старинным одноэтажным домом еще царских времен, служившим конторой полустанка, в ухоженном палисаднике броско аллели розовой герани с застывшими каплями росы на листьях и на лепестках соцветий. Сбоку станционного дома на обширной лужайке из травы муравы серебристые от утренней росы прихрамывающий пожилой мужчина разбил торговую точку. На ручной тележке на резиновом ходу он подвез пять полных мешков картофеля. Его сменила немолодая женщина с мягкими чертами лица и с добрым взглядом уставших глаз, повязанная белым платком и одетая во все чистое, отутюженная, словно к празднику. Она приглашала людей с поезда купить ее картофель. Люди и без ее зова догадались, зачем она ждала их. И все пять мешков были опорожнены мгновенно. Ей бы радоваться скорой распродажи, однако небывалая расторопность покупателей встревожила ее до слез, хотя не считала себя робкой или малодушной. Поспешно скрутив порожные мешки, она, чтобы не растрясти пыль, бережно положила их в просторную сумку из плащевой ткани, а освободившимися руками размашисто поводила по ростной траве, ополоснула, как в корыте с водой. И когда встала во весь рост, распрямилась, то опять увидела длинную людскую очередь. Люди с поезда просили привезти картофель. Милые мои, да разве успею? Поезд вот-вот засвистит и укатится, крушенно заохала она. Всю жизнь приношу сюда картошку. В девчонках помогала маме держать глиняное блюдо с вареным и горячим картофелем. И малосольных огурчиков предлагали. Прежде хватало, а ныне кушанья не вдоволь. Вот поезд и замедлил ход. Не припомню, чтобы он стоял тут дольше трех минут. Сроду торопился на этом полустанке. И мужа я с войны встречала на бегу. В беседе с Виктором Николаевичем очень приятно было отметить, несмотря на то, что сейчас он здоровье у него не очень, и болеет, и перенес он тяжелое заболевание, но его молодой голос, его молодые глаза, которые светятся. и с какой любовью говорит он о литературе, с какой любовью вспоминает он русских писателей, говорит о том, что радуется книгам, которые есть в его доме, в его комнате. И дай Бог ему здоровья, дай Бог ему радости. И я знаю, что готовится к печати новая книга, которую мы скоро увидим, новая книга прозы Виктора Николаевича Сергеева. И только доброго здоровья, только радости творчества мы желаем ему от всей души. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова